Офис Укртранснафта Офис Укртранснафта Офис Укртранснафта Офис Укртранснафта Офис Укртранснафта Офис Укртранснафта произошел. И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойска, блядь, надо убить? Мы освобождали здание угротранснафта от русских диверсантов, которых захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь. Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или еще за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси. Что ты ни одного не поймал? Радио Свобода, блядь. Ты такая же свобода, блядь, как та, что в парламент не прошла. Теб не боковская проститутка, блядь. Впрочем, кого именно Коломойский имел в виду, говоря о русских диверсантах, он так и не пояснил. Больше говорил о нарушениях и незаконности отбора у него компании. Накануне парламент Украины принял правительственный законопроект, который снижает кворум для проведения общих собраний акционеров с 60% плюс одна акция до 50% плюс одна акция. Это значит, что Коломойский, у которого сейчас 42% акций Укртранснафты, не сможет блокировать решение собрания, как он делал это ранее, не позволяя компании выплачивать дивиденды государству. То есть, по сути, олигарх потерял контроль над предприятием. Еду к президенту с вот этими писульками и бумажками и с его охранной структурой, которая якобы штурмовала. Что все ссылаются, Дымчишин приехал, говорит, у меня команда сверху. Говорю, а кто сверху? Говорю, кто вам рейдерам разрешил захватывать госпредприятие? Нарушение процедуры. Премьер уехал в этот самый, в Брюссель. Коболев уехал. Никого нет. Вы тышком-нышком решили предприятие захватить. Вы не разокрали еще всех предприятия, так вы решили разокрасть это. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Гимчишин подтвердил законность принимаемых вокруг компаний и мер. Решение НАП-совета было легитимным. Оно было принято правомерно в соответствии со всеми требованиями. Основанием ему не доверять, сомневаться в нем нет. Коломойскому действительно есть что терять. Укртранснафта для него весьма прибыльный бизнес. С этого года предприятие необоснованно увеличило стоимость хранения государственной нефти в два раза. А в апреле и мае прошлого года компания незаконно выкачала из магистральных трубопроводов страны 675 тысяч тонн технологической нефти. По некоторым данным, деньги, полученные от Трансукарнафты, шли на содержание подконтрольных олигархов карательных батальонов и на подкуп чиновников. Потери контроля над компанией серьезно ударят по его кошельку. Коломойский уже заявил, сдаваться не намерен. Сразу после ночного визита в офис компании он отправился в администрацию президента Порошенко. Продолжение следует... Продолжение следует...